Северный морской путь Северного морского пути возложат на нашу страну дополнительную ответственность за безопасность иностранных судов. Поэтому требуется усиление службы береговой охраны и пограничного контроля, а также организация технического контроля на всей трассе Северного морского пути, охрана инфраструктуры Севморпути, совершенствование процедур пропуска через границу на северных участках, патрулирование пространства от Мурманска до острова Врангеля. Все эти меры по обустройству государственной границы в Арктике повысят доверие к России со стороны мирового сообщества. С каждым днем растет интерес к Арктике и возможностям использования Северного морского пути за рубежом, и наличие обустроенных границ является гарантией работы Севморпути. В Арктической зоне находятся 200 тысяч километров государственной границы и 20 пунктов пропуска, из которых 12 морских, 5 воздушных, 3 автомобильных. За последние 5 лет было установлено 5 пунктов пропуска. Морские пункты Певек, Сабетта, Варандей, Дудинка и воздушный пункт пропуска Варандей. Теплоход Михаил Сомов, выполняющий рейс в интересах Северного флота, прибыл на остров Земля Александры, архипелага Земля Франца Иосифа. На борту судна находится 650 тонн строительных материалов и иных грузов, предназначенных для создания инфраструктуры Севфлота в Российской Арктической зоне. Всего в интересах Северного флота на остров Земля Александры уже отправлено более 75% запланированных грузов. Часть из них доставляется в рамках Северного завоза на острова Северного Ледовитого океана. Грузы, большую часть которых составляют строительные материалы и оборудование, прибывают железнодорожным и автомобильным транспортом в порты Кандалакша и Архангельск, после чего осуществляется их погрузка на суда. На земле Александры к 2017 году будет построен военный аэродром. Также на острове запланировано строительство административно-жилого здания на 150 человек, склады горячесматочных материалов, дороги протяженностью 8,5 километров и инженерных сетей. Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова изготовило очередную партию оборудования реакторной установки «Ритм» для головного атомного ледокола нового поколения «Арктика». В число изготовленного оборудования вошли блок труб и устройств, шахта внутрикорпусная, крышка реактора, клапаны, модель модуля парогенератора и комплект кассет парогенератора. Универсальный двухосадочный атомный ледокол «Арктика» станет самым большим и мощным в мире. Его для нас составит более 170 метров, ширина 34 метра. Ледокол сможет проводить караваны судов в арктических условиях, прибывая по ходу движения лед толщиной до 3 метров. Установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления, что обеспечит лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом. Предприятиями «Атомэнергомаша» обеспечена полная производственная цепочка созданий силовой установки от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Головной атомный ледокол нового поколения появится в России к 2017 году. Первый и второй – серийный ледокол к 2019 и 2020 годам соответственно. «Роснефть» представила программу инженерных изысканий на Южно-Уруском лицензионном участке в акватории Печорского моря в ходе общественных слушаний в поселке Искатели Неницкого автономного округа. В рамках мероприятия подробно обсуждались порядок реализации работы, а также необходимые меры по охране окружающей среды. Участники слушаний одобрили представленную программу. Инженерно-геофизические и навигационно-геодезические исследования планируется провести в период с 2015 по 2017 год. Собранная в ходе исследований информация будет использована «Шельф Арктика» для выработки дальнейших решений по реализации проекта. В пресс-службе «Роснефти» отмечают, что компании уделяют особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Планируемые инженерные изыскания будут проводиться в строгом соответствии с программой работ и требованиями международного и российского законодательства в области охраны окружающей среды. Лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Южно-Русского участка «Роснефть» получила в 2010 году. Площадь участка составляет около 9 квадратных километров. Суммарные извлекаемые ресурсы на текущий момент оцениваются в 270 миллионов тонн нефти и конденсата – 64 миллиарда кубометров газа. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямал-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение об организации экологической экспедиции на остров Белый. Она пройдет с 1 по 21 августа. В состав группы волонтеров уже включены 12 человек, представляющие регионы России, а также Болгарию, Германию и Израиль. Еще шесть человек будут делегированы от одного из основных спонсоров эко-мероприятия в 2015 году «Лукоил Западная Сибирь». Два места пока остаются вакантными. В рамках форума «Утро», который пройдет в июне в Тюмени, представители организации «Зеленая Арктика» выберут двух наиболее активных и отличившихся молодых людей для участия в экспедиции. Тренировочные сборы для волонтеров пройдут в конце июля в горах Полярного Урала. Их организации также займутся специалисты «Зеленой Арктики». На белом волонтерам предстоит закончить уборку территории гидрометеорологической станции имени Попова и бывшей воинской части. Кроме того, добровольцы приступят к уборке менее загрязненных участков, находящихся в глубине острова. Напомним, специалисты Российского центра освоения Арктики доставили в начале апреля на белую спецтехнику, оборудование, инвентарь и горюче-смазочные материалы, необходимые для проведения летней экспедиции. В настоящее время сотрудники центра находятся на острове и занимаются расконсервацией и благоустройством жилых помещений, наладкой спецтехники и оборудования для проведения работ. Подготавливают собранный металлолом к вывозу с острова водным транспортом. Численность группировки МЧС России в Арктической зоне превысила 16 тысяч человек, и это не предел. В частности, планируется создать 10 специализированных аварийно-спасательных центров, из которых 4 уже созданы и поставлены на боевое дежурство. Необходимость таких мер объясняется тем, что Арктика стала привлекать к себе внимание туристов, а также специалистов, которые испытывают образцы техники, экипировки в сложных условиях, в высоких широтах. Опыт работы экспедиции на Северный полюс будет использован Арктическим учебным центром МЧС России. Молодежная полярная экспедиция в составе семерых студентов и школьников, двух полярников Мадвея Шапира и Бориса Смолина, а также министра образования и науки Дмитрия Ливанова вернулась с Северного полюса. Ливанов отметил, что экспедиция прошла успешно и без происшествий. Достигнув точки Северного полюса, участники экспедиции спекли блины, используя специальные бензиновые плиты, им сыграли в футбол. Также участники проводили хороводы вокруг российского триколора, установленного в Арктике, и подняли флаги Миноборнауки из семи регионов, из которых приехали ребята. Экспедиция проделала путь более 100 километров, ежедневно находясь в пути по 7-8 часов, делая 10-минутные остановки после каждого часа. В экстремальном походе принял участие ямальский студент Виталий Гаспарян. Юноша рассказал, что поход удался, но были экстремальные моменты. Когда, например, трескалась льдина, на которой дрейфовала команда, ветром уносила палатку или прямо перед путешественниками образовывались ледяные торосы. Запомнилась студенту Гаспаряну и самая северная яичница, впервые пожаренная на полюсе. Ярчайшим воспоминанием останется, конечно, достижение полюса. Оказалось, что на дрейфующей льдине сделать это не так просто. Вроде бы идет 19-18-17, потом 25, то есть идем опять в другую сторону, ищем опять, и вот этот дрейф, вот это искать надо, это довольно-таки тяжело. Но Матвей уже довольно опытный путешественник, он нам помог найти. Но мы все вступили в эту точку на северный полюс, сразу все обрадовались, все встали в круг. Это были довольно-таки, как бы, такие эмоции, которые все испытали. Я думаю, это самый был такой момент, ради чего мы это все делали. Настоящим испытанием для ребят стала погода. По признанию Виталия, до этого похода он думал, что живет в самых экстремальных условиях. Полюс его мнение изменил. Говорит, преодолеть трудности помогла поддержка родных. Сейчас он на учебе в Ставрополе, и поэтому передает благодарность своей семье при помощи скайпа. Я хочу сказать огромную благодарность моей сестре Анжелии, брату Агану. Они принимали огромное участие в моем восхождении на Арктику. То есть и моим самым лучшим родителям за то, что они поддерживали меня, переживали, волновались. Мне это помогало на Северном полюсе в тяжелых моментах каких-либо.